Мы уже не раз освещали образование опорной школы, это то, что сегодня настолько, скажем так, домыслы, слухи идут, но считаю, что да, реформировать необходимо, но очень хотелось бы, чтобы действительно реформа прошла, улучшилось качество образования, материально-техническое состояние опорной школы, ну и чтобы это просто не закончилось одним только ремонтом. Это как бы пожелание, я думаю, так и будет в общем-то. В последнее время на слуху проблема реформирования училищ, которые часто задают вопрос, и это волнует как и родители, в принципе, и педагогов, а особенно коллективы данных училищ. Не новая проблема, с мая месяца мы с ней столкнулись, в принципе, уже есть два приказа Министерства образования по этому поводу, какие-то требования наши выполнены, ну, например, согласно последнего приказа, включили в рабочую группу реформирования специалистов образования города Славянска, подлесного Юлия Ивановича и еще специалистов образования. Но, к большому сожалению, основные вопросы, которые озвучивал и я, и депутаты, обращаясь и в Министерство, понимания не нашли. Это касалось и географического положения данного центра, и также проведения конкурса по назначению руководителя данного центра. Также, насколько я знаю, еще вчера, результатов не знаю, состоял СОСУ, согласно трудовых отношений к Министерству образования коллективов данных училищ. Поэтому здесь я пояснить ничего не могу, но могу сказать следующее. Позиция городского совета и моя лично заключалась в следующем, что если городской совет на сегодняшний день финансирует данную систему в размере 24 миллионов, то кому, как ни нам, принимать решения и о составе, и о всех лицах процедурах, не услышали нас. Хотя проделана большая работа, благодаря этой ситуации я познакомился с министром образования и с двумя замами, но тем не менее, вот такие встречи на самом высоком уровне, скажем так, к результатам не привели. Завидели меня, что в следующем году финансироваться училище из местного бюджета не будет, и хотелось бы, чтобы так и было, но на самом деле не особо верится, причем потому что желание вышестоящих властей, которые в Киеве находятся, все это приложить на местное управление, оно есть и в данном направлении работы ведется. А что такое 24 миллиона для города? Это, в принципе, финансированные программы по коммунальной собственности, финансированные программы по закупке техники, ремонту школ, больниц. Я думаю, эти деньги лишними не были, безусловно, для нас. Тем более, насколько я вижу и слежу за распоряжениями, которые есть у Кабинета Министров относительно финансирования данных учреждений, на западных областях многие города получили субвенции на поддержку училищ. Дислокации, которые, чтобы не нарушать и не нарушить то, что есть, сохранить те лучшие наработки, все то, лучшее, что есть, чтобы студенты уже отсюда, из этого центра могли отправляться на учебу по своим направлениям, по своим специальностям. Это было наше мнение. Но посчитали, что за ЖД-переездом, на ЖД-вокзале, за ЖД-вокзалом более удобно разместить центр, а потом уже оттуда вести дислокацию. Опять-таки, хотелось бы верить, что все-таки, знаете, может быть, можно предположить, что как-то масштабнее видит Министерство эту проблему реформирования, и не все мы понимаем нюансы на сегодняшний день. Но еще раз хочу сказать, что если уж на нас опускают финансирование, а дальше мы еще должны понимать, ну, приходят ко мне, вот подпишите, пожалуйста, там, скажем так, заказ на специальности. Как я могу подписать сегодня данному учебному заведению заказ на специальности, если совершенно не принимал участие в формировании рабочей группы и так далее, и не понимая, по какому принципу, раз уж это дали на откуп Министерству, как они формируют эти профессии, какие, что, ну, то есть здесь полное неведение. Это проблема.